И ваши аплодисменты! Право открыть набережную, названную в честь Устима Штеймана, было предоставлено главе района и дочери известного чаевода Марине Лешко. До своего столетнего юбилея почетный житель Сочи, герой соцтруда и участник Великой Отечественной войны, не дожил три года. Мне, конечно, очень приятно, что папиным именем названа набережная в Дагомысе, где он проработал очень много лет. Собственно, вся его сознательная, такая трудовая деятельность здесь прошла. Конечно, я благодарна и администрации города в том, что действительно это произошло. Ну и также я надеюсь, что вот эта марка краснодарского чая теперь будет обретать свое былое значение. Развитию чаеводства на курорте Устим Штейман посвятил больше полувека, хотя история сочинского чая началась еще в 19 веке. Первые кусты высадил прусский садовод, но его посевы не выдержали зимних холодов. После попытку вырастить южный чай повторил Иуда Кошман, и его труд положил начало всему сочинскому чаеводству. Стремительный же рост производства чая на курорте начался после революции с появлением в Дагомысе первого чайного совхоза. Там в качестве управляющего отделением работал Устим Штейман. Позже он стал руководителем, и тогда были заложены сотни гектаров плантаций субтропических культур. Модернизированные Дагомыской и Адлерской чайные фабрики и появились известные чайные домики, ставшие достопримечательностью курорта. Апогея производства чая в Сочи достигла 80-х. Тогда экспорт шел на миллиарды рублей, но после перестройки многие плантации оказались заброшены. И только в 2000-х краснодарский чай начал снова возрождаться. Более века сочинский чай имел статус самого северного в мире. Пока в 2012 году англичане не собрали первый урожай в Корнуоле. Но краснодарский чай, именно так официально называется продукция местных чаеводов, вряд ли можно сравнить с каким-либо другим листом. По сравнению с тем же цейлонским собратом, его вкус заметно мягче и нежнее. Узнать о южном растении, которое покорило северному климату, о нелегком труде сочинских чаеводов на плантациях, все желающие могли во время дегустации, организованных тут же, на набережной, в специальных павильонах. Здесь почвенно-климатические условия совершенно другие. Во-первых, качество чая зависит от почвы, от количества тепла, количества солнца. Я, как агрохимик, хочу сказать так, если будет недостаток сильный, то чай потеряет качество. Все равно фосфорные калийные удобрения, ну калий достаточно, особенно фосфорные удобрения вносить нужно. Сейчас сочинский чай выращивают на Мацесте, в хосте, в поселке Лазаревское, Салахаули и Дагомысе. С руководителями и сотрудниками ведущих сочинских предприятий по производству чая накануне встретился глава города. Обсуждали проблемы, которые мешают возродить былую славу сочинского чая. Расширение производства, по мнению чаеводов, невозможно без устойчивого рынка сбыта. Решить этот вопрос можно путем создания в городе дома чая, где все чаеводы смогут продавать свой товар. Вывести бренд на новый уровень можно и за счет восстановления старых чайных плантаций. Над этими вопросами сейчас работают эксперты. Алексей Копайгородский предложил чаеводам до 1 марта оформить свои предложения по перспективному плану развития отрасли. Сделайте, образно говоря, дорожную карту, какой-то перспективный план и будем от него отталкиваться. Объединитесь вы. Не объединитесь, это тоже ваша повестка. Моя задача и задача команды, наверное, всех сочинцев и всех граждан нашего города сделать, чтобы этот бренд никогда не увидал. Это ваша отрасль. Мы создаем условия, чтобы все отрасли жили и процветали в нашем городе. Убежден, что в ближайшем будущем совместно с вами, уважаемые коллеги, наши дорогие ученые, местные предприятия все-таки возродят былую славу самого северного в мире чая. Праздничные мероприятия по случаю столетнего юбилея Штеймана продолжатся. 21 февраля в Музее истории города состоится памятный вечер. Посетить его могут все желающие. Начало мероприятия в 15 часов. Столетнему юбилею Штеймана будет посвящена и международная научно-практическая интернет-конференция. Она пройдет в Сочи в середине декабря.